Сегодня я хочу показать вам свою серебристом бордовую клумбу. Это моя центральная клумба. И как она выглядит сейчас на начало мая, я хочу вам показать. Началось все в принципе создание этой клумбы с вот этой ели. Очень красивая. И когда она начнет давать молодой прирост, это вообще фантастическое зрелище. Обязательно вам покажу. А начинается моя серебристо-бордовая клумбочка с пузыри плодника, которая сейчас в первой половине мая выглядит золотистым. Такое впечатление, что листочки у него золотые. Но совсем скоро, при полном распуске, они станут бордового цвета. А в ножках у пузыри плодника сидит моя красавица. Ива швейцарская. Я просто влюблена в это растение. Первый год она у меня. В прошлом году я ее посадила. И в этом году она прям себя уже показала во всей красе. Во-первых, это серебристый такой шарик получается. И цвела она вот, видите, у нее остались шишечки. И они такого бордоватого, я бы сказала. Не ярко бордового, но с таким налетом бордового цвета, если так можно сказать. Ну и частиц византийский тоже здесь дает мне серебристый цвет. А вот очеток, который должен быть такого насыщенно бордового цвета, к сожалению, здесь не может себя показать. Это не его вина. Ему практически здесь не достается солнечного цвета. Поэтому он такой зеленцой. Потом я поняла, что моя шикарная примула бордового цвета, смотрите, какие она стала давать мелкие цветочки. Срочно надо ее делить. Уже загущенная слишком посадка. А примулу надо делить. И делить как можно чаще. Он вот тоже яркий представитель серебристого цвета. Лимус, по-моему, называется правильно. Страшный агрессор. Поэтому сидит у меня в ведре. Но, надеюсь, не начнет хулиганить, не пробьется через преграду, которую я ему сделала. Потому что тогда не оберешься хлопот. Будешь выпалывать его, как сорняк. И, конечно, красавицы молодила. Тоже им достается очень мало солнышка здесь. Но при этом они выглядят шикарно. И размножаются. Расширяется моя куртинка. Вот флокс. Тоже видите, листочки у него не чисто зеленые. Присутствует такой отдаленно напоминающий бордовый цвет. И цвести он должен тоже бордовыми цветами. Еще не видела его цветения. А здесь сидят у меня вот с двух сторон арочки клематисы. В этом году эксперимент у меня будет. Хочу пустить два разных клематиса навстречу друг другу. Над вот этой шикарной серебристой елочкой. Эти клематисы у них тоже темно-розовые цветы. И такие, можно тоже сказать, бордовые. Посмотрим, как это будет выглядеть и понравится ли мне это. Здесь у меня сидит гортензия метельчатая. Вимс Ред. Вот уже она два года у меня. Надеюсь, в этом году уже покажет свое цветение в полную силу. Это можжевельник. Можжевельник. Голубая звезда он называется. Отличный, отличный хвойничек. Тоже меня не подводит, несмотря на то, что тенистое место. Как вы знаете, большинство хвойников все-таки предпочитают солнечные места. Но он радует меня. В этом году даже особо никаких болезней на нем не заметила. Хотя вот предыдущие годы приходилось предпринимать кое-какие меры по весне. Вот. Ну, тут розовые почему-то примылки у меня затесались. Там астильба вот такого ярко-бордового цвета листики у нее. Там тоже очиток. Смотрите, какой красавчик. Надо его срочно прополоть. А то сорнячки его заглушат. И вот тоже, видимо, не хватает солнышка. Тюльпанчики никак не могут открыться. А посмотрите, вот какая астильба. Просто шикарная. Даже без цветов смотрится фантастически. Это леник. Должен быть с бордовыми цветами. А эта астильбочка сейчас, она просто зелененькая. Но цветочки у нее будут бордового цвета. А как раз-таки на вот этих астильбах с бордовыми листьями будут розовые цветы. Дерен. Дерен в этом году что-то не хочет у меня просыпаться. И планирую его сегодня обработать цирконом. Чтобы проснулись спящие почечки. Вот. Есть у меня надежда, что муж там. Рядом с ним сидит гортензия метельчатая. Ванила фрайс. Кто смотрел мои видео весенние, помните, что на 8 марта я получила в подарок эту красоточку. Очень о ней мечтала. Но она не хотела просыпаться. И продолжим наше путешествие с Бруннеры. Бруннеры Джек Фрост сорт. И вот на сегодняшний момент это такое цветущее голубое облачко. Но здесь я посадила эту Бруннеру не из-за цветов, а из-за ее вот таких красивых серебристых листьев. Опять остильбочка, хосточки с двух сторон. От дерена у меня посажены хосты, пока они еще не развернулись. Но тоже прикроют там мне трубы и все остальные неприглядные части. Здесь сидит в сорняках пока еще. Еще газончик не косили, не обрабатывали. Сидит туйка Тина Тим. Вот такой красивый шарик. Ну и дальше идем. Жирафик охраняет мой сад серебристо-бордовый. Рядом с можжевельником это уже голубая стрела называется. Вигелка. Вигелка тоже очень скоро. Ее листики станут бордовыми. Именно за это она и была сюда посажена. Но видите, уже разрослась. Как-то не особо мне нравится на переднем плане. Возможно, она отсюда переедет. Посмотрю. И серебро это полынь шмидта. Вот так сейчас красиво пушится в ножках у вигелы. Ну, конечно, гехерки. Вот. Я уже рассказывала, что они не очень хорошо в этом году себя чувствуют. Но потихонечку оживают. И идем дальше. Вот тут еще один клематис. На такую опору он у меня будет пущен. И рядом с пенечком у нас бузульник. Бузульник от Элла. Тоже у него будут огромные бордовые листья. Ежик. И еще один пузырь и плодник. Это посадка прошлого года. Он еще совсем не активно открывает листочки. Елочка, которую я буду формировать в виде шарика. Лиленечек. И, может быть, вы мне подскажете, как называется вот это растение. Спасибо тем, кто подсказал мне в предыдущем видео про серебристо-бордовый сад. Я показывала растение серебристое. Мне написали, что это ясколка. В общем, я ее пересадила на солнышко. А здесь, посмотрите, какая мощная хост там. Прям такие, как ракеты в нее. Листики. Скоро развернет. Красота будет. Так. И что у нас тут еще? Лиленечек. Видите, эту зону я переделала. Здесь у меня была от соседей сделана дорожка. Зачем-то я заняла целую часть. Это делала я по собственной воле. И вдруг меня осенило, что совсем мне здесь эта дорожка не нужна. Мы не ходим друг к другу в гости. Поэтому я им оставила часть. Их кран находится на нашей территории. И они, видите, время от времени заходят, чтобы открыть или перекрыть. Это не очень удобно. Но что делать? Вот. И, значит, дальше у нас здесь сидит новая гортензия. Это посадка этого года. Тоже так же, как и ванила фрайс. Это кьюшу. Кьюшу. Очень интересная гортензия. У которой, знаете, такие соцветия, как бабочки. Я очень надеюсь, что в этом году хотя бы пару цветочков будет. И собирается показать свою красоту раджерсия. Тоже будут такие большие-большие листочки. Но пока это выглядит вот так. А как вам эта красота? Вот такой шарик. Это герань. Герань садовая. Цветет бордовыми-бордовыми цветочками. Очень хорошее растение. Гераний у меня в саду много. Разных и с белыми цветами. Но для бордового сада у меня вот такая красоточка посажена. А здесь как бы уже переход в белый сад, о котором мы поговорим в следующем видео. И посажена белая примолка. Это такие излишки, которые я уже делю от своей красоточки. И астильба. Ой. И спирейка. Спирейка, которая пока почему-то не хочет активно цвести у меня. Но мне нравится габитус этого кустика. И хорошо она тут на мини-подпорной стеночке смотрится. Ну вот, по-моему, все растения моего серебристо-бордового сада я вам показала. Если что-то упустила, смотрите, начинает цвести яблонька. В этом году, видимо, мы будем с яблоками. Сейчас я вам отойду и покажу общий вид. И вот так выглядит моя клумба с веранды. Это моя центральная клумба. И я очень довольна, как она сейчас выглядит, как подобраны здесь растения. Если у вас есть вопросы, задавайте. С радостью отвечу. И, конечно, хочется в эти праздничные майские дни пожелать каждому из вас мира. Мира в наших домах. И будьте счастливы! Спасибо. Спасибо. Спасибо.